Привет, дорогие сплетники. Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы пьем очень много кофе. А еще мы очень много сплетничаем. Совершенно, кстати, ужасная сцена в этой школе. Все сидят в масках, и учитель, и ученики. Это абсолютно дичь. У меня ощущение, что когда я смотрю детографию, мне менее стыдно, чем когда я смотрю на вот эти вот кадры. У меня ощущение, что когда я смотрю детографию... Вот вам, пожалуйста, дорогие мои, это небольшой отрезочек из видео Артемия Лебедева из-за одного его не так давнишнего... Прошу прощения за... Плохой русский сегодня я снимаю с утра. Кофе попивший, только стакан. Поэтому у меня сейчас заплетается язык. Прошу прощения за это. Значит, там Артемий Лебедев сравнивает абсолютно непонятную ситуацию, когда школьники вынуждены сидеть в масках в классах с ДП. Что такое ДП, вы, надеюсь, поняли. Мы здесь не будем абсолютно обозначать это слово. Потому что, ну это сразу, монетизации нет, видео супрессируются. И это очень сложная тема, но которую я считал важным не обойти. Вы знаете, выложил я этот самый пост в своем Телеграм-канале. И, конечно, пошло, да? Да нет, Артемий Лебедев не мог такое сравнить. Это к нему не имеет никакого отношения. Он человек очень серьезный. Он просто, когда очень быстро говорит, тогда вроде как вырываются какие-то слова подобного толка. Да, такого толка сравнения. Вы знаете, дорогие мои, я очень быстро говорю. Я очень много говорю. И у меня когда вот в запале, да, у меня все что угодно может вырваться. Но кроме сравнения той или иной ситуации с ДП. И вы знаете, сразу пошли вот эти вот классика жанра. Оговорочка по Фрейду. Кто не знает, что такое оговорочка по Фрейду? Многие знают, что это используют это выражение. Значит, оговорка по Фрейду это непреднамеренная ошибка, допущенная во время разговора, через которую раскрываются тайные помыслы и желание. Это прямое обозначение оговорки по Фрейду. И вы знаете, когда мы начали насчет этого говорить, многие говорят, да он не мог такое делать, потому что у него у самого 10 наследников. То есть у него оказывается 10 отпрысков у Артемия Лебедева. Вы знаете, это никогда не аргумент. Это никогда не говорит о том, что человек не может интересоваться ДП, если у него у собственных 10 детей. Ну, правда, ребят. Вспомним того же Чикатило, да? Хороший семенин, великолепный отец, скромный человек и хороший муж. И в то же время самый настоящий монстр, который держал в то время тот регион Советского Союза, где он орудовал, просто в тихом ужасе. Потому что человек просто невменяемый маньяк. Вы знаете, интересные пошли слухи и сплетни на эту тему. Говорят, что сейчас человек очень сильно прокремлевский. Я напомню, это никакие не факты, это никакие не утверждения. Здесь мы просто элаборируем на тему. Назовем это так. У него самого это вырвалось, да? То есть не просто что-то там, какое-то сравнение. У него это вырвалось. Если я смотрю ДП, приблизительно вот такие ощущения. Даже я такой стыд не испытываю, когда я смотрю на школьников в маске, да? То есть вот такое было его прямое выражение. Кто не посмотрел этот самый полный отрывок, без запикивания, перейдите ко мне в телеграм-канал. Там все без цензуры. Там огромная просто сотня обсуждений на эту тему. И вы знаете, сказали, да? Ходят слухи, ходят сплетни, что именно его таким образом держат за жабры. Потому что он сильно увяз в этом самом. И поэтому он сейчас максимально прокремлевский человек. Вы знаете, живем в такое время, когда абсолютно любое, возможно, абсолютно любое. И здесь мы ничего сейчас не утверждаем. Просто я посчитал важным, я посчитал нужным заостриться на словах, на цитате, считая Артемия Лебедева. А чем черт не шутят, да? А такие ребята, вы знаете, даже шутки в этом направлении. Не просто сравнение с ДП, а шутки на тему ДП. Эта тема крайне... Ну, это тема табу. Ни в коем случае нельзя даже думать в этом направлении. А когда у тебя такое случайно по Фрейду или не по Фрейду вырывается из твоего рта. Вот здесь такой, знаете, холодочек небольшой. Потому что это в корне неправильные. Есть темы, на которые шутить нельзя. Сравнивать с ними нельзя. Потому что здесь просто предел. Предел понимания здравого человека. Артемий Лебедев, в принципе, очень спорный персонаж. Неимоверно спорная персона. Поэтому всего можно ожидать. Знаете, повторюсь, и не от такого можно ожидать. И более серьезного. Если бы мы все могли различать вот этих вот монстров, которые, я не знаю, совершают что-то жутко противозаконное. Наверное, не было бы этих самых монстров, да? А вот то самое двуличие, которое есть и у людей, у которых сносят крышу, они пускаются все самые тяжкие. Вот здесь, конечно, сложно это игнорировать, дорогие мои. Информацию, которую я посчитал важным озвучить. Потому что у меня, знаете, не то, что червячок сомнений, а я был в шоке. А мне мало чем можно шокировать. Поэтому будем внимательно наблюдать за Темой Лебедевым, за Татьянычем, да? Потому что ходит вокруг него шлейф непонятных слухов, непонятных домыслов. Будем внимательно наблюдать за всем, за этим. Ну и пожалуйста, дорогие мои, если уже сказали, Чикатело, продюсер сериала Чикатело, получил 5,5 лет колонии за взятки полицейским во время съемок. Я, конечно, был немножечко в шоке от всего от этого. Количество лет, которые выдали людям, и мы, если говорить не просто заключение, а заключение в колонии строгого режима. О чем речь? Щербинский районный суд города Москвы приговорил бывшего директора киногрупп Дмитрия Большакова к 5,5 годам колонии по делу о взятке. Потому что они перекрывали дорогу в Москве для съемки сериала этого самого сериала Чикатело. Я, кстати, не смотрел сериал. Как вам сериал? Там снимался Нагиев в главной роли. Кстати, может быть, интересно будет посмотреть. Очень, знаете, мне эта тема, она сама по себе интересна. Сериал, напомню, снимался в 2020 году для онлайн кинотеатра ОКО, режиссер которого выступил тот самый Царик Андреасян, который сейчас полностью открещивается от всего от этого. Он говорит, я не знаю, что это за продюсеры, я не знаю, кто тот человек, который организовывал нам съемки. Но, тем не менее, значит, по версии следствия, в октябре 2020 года трое полицейских получили через Большакова несколько взяток за перекрытие улиц, с примыкавшим к локациям съемок в Тимирязевском районе Москвы на общую сумму всего-то 140 тысяч рублей. И в следующий раз в конце октября группа снимала в Привоарбатском переулке уже. Там полицейским заплатили 180 тысяч рублей. И в ноябре произошло перекрытие в районе Театральной площади еще 80 тысяч рублей. То есть в общей сумме взятки были в пределах 400 тысяч рублей. О чем речь? Сам продюсер сказал, что они пытались через официальную гору права получить разрешение на съемки на улицах Москвы, и их просто проигнорировали. Они решили пойти легким путем и заплатили просто полицейским. Он готов был общаться с официальной инстанцией, но его полностью игнорировали. И вы послушайте, значит, он получил 5,5 лет строгача, строгого режима за то, что дал взятки полицейским. И также получили начальники этих полицейских, которые взяли, считай, взятки. Замглавы 3-го управления отдела общественного порядка московского УМВД Игорь Файзулин 8,5 лет колонии общего режима. И замглавы отдела полиции Китай-город Дмитрий Смолин 7,5 лет колонии строгача, строгого режима. Продюсеру 5,5, этому 8,5 и 7,5. Ребят, взятка, я осуждаю взятку, я осуждаю коррупцию. Для меня это абсолютнейшее безумие, когда люди пытаются решить проблемы, обойдя закон, обойдя правила и заплатив полицейскому взятку. 8,5 лет колонии? 7,5 лет колонии строгача и продюсеру, который заплатил эту саму взятку, 5,5 лет колонии строгого режима? Что за законодательство такое, дорогие мои, бешеные сроки за перекрытие улицы? То есть здесь не просто отжали бизнес, заплатили деньги, чтобы, я не знаю, ну, какую-то криминальную активность, снимали официальный сериал. Нужно было кусок улицы снять, там на 3 часа перекрыли дорогу. Я понимаю, я отлично понимаю, что в Москве наверняка это очень все сложно, как любой столица, когда перекрывают улицы, это все очень серьезно, да? Ну, 8,5 лет строгача, а не слишком ли большой срок получили эти трое за то, что перекрыли улицу на несколько часов, чтобы провели официальные съемки сериала, который уже вышел на онлайн-кинотеатре ОККО? Я этого не понимаю, я от этого в шоке. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ребят, а сколько, если ты кончишь кого-нибудь, сколько за это дадут? Пятеру дадут? Или, может, что там? Я сейчас пытаюсь абзорбировать информацию, и я не верю, что это вообще происходит. Кстати, сплетники, в эту субботу у нас вышло интереснейшее видео. На моем основном канале вы про это самое видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Это гадание на Юлика и Каплан. Моя аудитория очень сложно воспринимает этих блогеров, потому что, ну, не по возрасту мы, совсем другая аудитория. Но само видео получилось очень интересно, потому что мы разбирали именно в контексте отношений мужчины с женщиной, и как это все работает. Очень было интересное гадание. Кто пропустил, обязательно пройдите посмотреть. Кто нет, как вам зашло или нет. Как энтузиаста Таро, как мы читаем с мамой карты Таро. Любимый формат на моем основном канале, поэтому очень интересно будет послушать ваше мнение. Не устаю рекомендовать восхитительный продукт от Райджо. Это отбеливающие полоски, которые работают, как швейцарские часы. Не первый год я лично отбеливаю этими полосками зубы, и каждый раз я в вас, Орге, очень чувствительные зубы у меня, и только полоски Райджо позволяют мне в комфорте отбелить мои зубки. А белые зубы, ребят, вы знаете, сколько у многих неуверенности, потому что зубы недостаточно белые. Полоски от Райджо не только отбеливание зубов, это также свежесть дыхания и гигиена вашего рта. Сейчас у Райджо суперакция. Переходите на их основной канал. По цене одной упаковки вы получаете целых три. То есть это полный курс отбеливания зубов. Ну или же вы можете просто попробовать замечательный продукт от Райджо на Wildberries или Озон по суперцене. Все ссылочки будут в описании. Райджо я рекомендую. Егор Крид, значит, записал сейчас фит с Шафутинским. Шаман, этот новоявленный шаман, сейчас просто лицо молодежной музыки в России, записал коллапс с Лепсом, с Григорием Лепсом. Значит, вот, пожалуйста, фотографии и Шафутинского, и Егора Крида, и также на фоне Путина. Это у нас Лепс с господином Шаманом. Вы знаете, когда в свое время начинал Егор Крид, его первая песенка, какая же была песенка? Она была такая незатейливая, она была такая легенькая. Я ее сейчас не помню, да, там он в ретро-костюме, они классно танцевали, музыка такая навязывающаяся на ушках, да, и классная была песенка, да, и он такой симпатичная мордашка, такой еще не испорченный звездной славой, не испорченный миллионами рублей, которые он стал потом получать. И вы знаете, и потом следующий шаг, вот я помню шаги в его карьеры, да, когда его выкупали у Black Star за какие-то немыслимые миллионы рублей, да. Там были какие-то, там дядя серьезный встрял, чтобы выкупить его контракт у ребят из Black Star. И он тогда был самой настоящей звездой. И сейчас ты видишь, что люди... Конечно, это заказ, ребят, это однозначно заказ. То есть это не какой-то серьезный коллаб, давай Шуфутинский с тобой сделаем интересную коллаборацию. Нет, это однозначно заказ. И мне будет интересно послушать ту музыку, которую они запишут. Наверняка это будет что-то прославляющее Россию. Это замечательно. Я повторю сейчас, не поймите меня невратно. Это замечательно, когда люди празднуют свою страну, когда люди гордятся собственным государством, когда люди... Вот просто душа поет спеть о России, да, и ты поешь, и это от души, и вот до слез, потому что ты проецируешь вот этот вот классный патриотизм. Я патриот своей страны, да, я не живу в Эстонии. Я обожаю свою родину, но я сейчас не о том. Вот здесь вот эти вот проплаченные коллабы, и ты смотришь, как от начинающей звезды, подающей огромные надежды, мы говорим про Крид, а Шаман это ерунда, конечно. Это полная сфабрикованная на коленке патриотичная ерунда, 100% продюсерский проект, потому что мы даже не будем в этом углубляться. А вот Крид, да, тот человек, который подавал надежды, был вот просто лидером мнений для огромного количества молодых, а сейчас вот эти непонятные коллабы. Ребят, да, осуждаю, однозначно осуждаю, и по-другому ты здесь никак не скажешь. Вы знаете, интересный момент. Сейчас, пожалуйста, вот Бородина ставит вот этот вот скрин. Сколько у вас выходит на форму? У меня двое деток, получается 54 тысячи рублей. Она заплатила, это парадная на каждый день, за форму. Она заплатила 54 тысячи рублей. И на самом деле сейчас пишут, что собрать школьников в школу стоит около 30 тысяч рублей, ну, чтобы полностью это был комплект, там учебники, календарики, не знаю, сейчас там все собирают, рюкзачки, одежда, само собой, да. Кстати, про интересный момент, про канцелярию. В одной из школ Курганской области детей обязали покупать дневники с государственной символикой. По словам родителей, то есть это не просто какая-то ерунда, это действительно так и есть. Дневники с котиками, суперменами нельзя, поблажки есть, только для первоклассников. Я запустили эту самую интересную новость у меня в телеграм-канале. Многие стали говорить, да вот, сейчас одни только дигитальные дневники, нет, сейчас никаких бумажных, нет, есть до сих пор бумажные дневники. Если вы решаете покупать или вам нужно, необходимо купить бумажный дневник, нужно купить обязательно с символикой или государства, или той области, в которой вы находитесь, из Белгородской области, говорят, только с дневники с белгородскими вот этими вот флагами. Нет, не флага, ну как называется, герб, город, ну вот это вот вся ерунда, да. Вы знаете, что удивительно, начинаются вот эти вот мнения на тему, да это же нормально, почему нет, вот мы в Белгородской области, пускай должны иметь вот эти вот гербы Белгорода, прости господи, на дневниках. Да, ребят, да пускай это будет опция. Кому какое дело, что у школьника на обложке дневника или тетрадки. Какая разница? Неужели вы не понимаете? Вопрос не в том, что это замечательно иметь символику города на обложке канцелярии, а то, что вам обязательно надо иметь без вариантов. То есть вариантов у вас нет. Если придешь в школьник, а там будет какая-нибудь Бритни Спирс, его, наверное, отправят домой, а маме еще делают выговор. Проблема-то в этом, понимаете? Проблема в том, что начинают вот это вот построение псевдопатриотизма не хорошей жизнью, не комфортной жизнью в стране, а символикой, песнями, танцами. Сейчас, блин, увидел на днях буквально в телеграм-канале выступление в цирке. Это в цирке, значит, так выступают. Все в военной форме, в цирке, ребят. Это гимнасты, да, макет танка, и вот они прыгают. То есть вы понимаете, идет по всем фронтам обязательная повестка. Война, 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 военная форма, государственная символика. Вот эти вот проклятые литеры Z и V, Z и V, ну, вы поняли, о чем я, да? Ужасно, когда вот идет вот эта вот пропаганда такая вот нездоровая. Дорогие сплетники, напоминаю, у ребят из Тартуфи сейчас последние дни, когда можно закупиться шикарным итальянским кофе по суперцене. Восхитительная банка кофе в зернах эспрессо-крема сейчас только 950 рублей. Переходите по первой ссылочке в описании. У ребят из Тартуфи не только кофе, но и продукты из Италии, шикарные наборы с трюфелем, восхитительные специи, что только у них нету. Ну а кофе просто восхитительное. Такой, вот знаете, какой нужно. Я обожаю этот кофе. Спасибо Тартуфе. Еще напоминаю, что если ваш чек составит 2000 рублей, доставка по России будет бесплатна. Прокуратура потребовала, дорогие мои, признать песни Оксимирона экстремистскими. Какие именно песни, они сейчас не уточняют. Но вот тем не менее, есть там какие-то песни, которые носят вот этот вот сомнительный сепаратистский характер. И дата проведения суда пока неизвестна. Но в качестве исковых требований, это цитата, значится признание экстремистскими информационным материалом, распространяемый посредством сети интернет. Так сказано было, значит, в этом самом деле, которое подано в суд. И дальше интересный момент, интересная такая тема. Если его песни признают экстремистским материалом, каждый человек, который публично, ну правда, каждый человек, который сейчас публично будет слушать эти песни громко, и кто-то это услышит, такому человеку будет грозить уголовная ответственность. Мы здесь даже не говорим про радио-диджей и ночные клубы, да? Здесь мы говорим просто. Если человек слушает экстремистский материал, громко за это будет уголовное дело. Запретить, запретить, запретить! Все вокруг надо запретить! Вот такая вот вам интересная информация к размышлению. Значит, на днях была вот эта вот тема, сасовка там была везде, значит, музыкальный фестиваль «Радуга». И, значит, секретный гость был Валерий Меладзе. Всех просто разорвало, все были просто счастливы видеть Валерия Меладзе. Но Валерий Меладзе имел в свое время смелость усомниться в правильности войны в Украине. И вот, значит, депутат Юрий Швыткин обратился в следственный комитет. Жалобы на клуб, который дал петь на своей песне Валерий Меладзе, ибо он не прошел, видимо, до испытания патриотизма. Я удивляюсь, что до сих пор есть люди, которые как-то могут оправдать вот эту вот всю тему, и которые могут как-то найти зерно смысла в этих немыслимых, безумных, абсолютно глупейших, абсолютно дурацких запретах. Как так можно? Да дайте мне слушать песню, какую... Вы что, Ребзи, вы не попутали? Песни нельзя громко слушать, потому что что? Покупать для своей жены прокладки? Это не стыдно, это забота. Вы только посмотрите. Маша по гребням запустила свой собственный бренд прокладок. Съемка, значит, сняли с двое метросексуальных мужчин. Один лысый с бородой, второй афроамериканец. Вы знаете, я на самом деле радуюсь, когда люди делают какие-то интересные собственные продукты, да? Я всегда радуюсь и удивляюсь, когда люди, которые изготавляют собственные продукты, они оказываются очень хорошего качества. Я, например, огромный фанат Эммы Чемберлен. Она большой ютубер. Она молодая совсем девчонка, но она мое вдохновение. Она вот мой, знаете, spirit animal, назовем это так, да? Обожаю ее. Ее вот это вот давно ничего не снимает, кстати. Но она уже звезда, выросла из ютуба. И она делает свой кофе. Называется Chamberlain's Coffee. И говорят, кофе действительно восхитительный, да? И вот мне нравится, когда люди делают какой-то продукт, сами производят этот продукт, да? Или в коллаборации с кем-то. Не просто налепив свое имя на какой-то продукт, а именно сделав и действительно качественно, которое продается на миллионы долларов, и которое действительно вот тебе не стыдно. Да, у меня собственная кофейная компания. С гордостью говорит Эмма Чемберлен. Я искренне надеюсь, что Маша Погребняк сейчас не будет просто покупать какие-нибудь прокладки в Беларуси или в Китае. И клеить на них свое имя, и продавать это как предмет собственной разработки. Помните, мы говорили здесь про, вот в этом самом видео, по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть, про Лерчик, Лера Чекалин, это 10-миллионник, большой блогер, да? У нее свои... Что там у нее только не продавала, дорогие мои, да? И вот тогда был огромный скандал, когда ей толкало Байер ее в течение многих лет. Через 7 лет. Нет, это я сейчас путаю с СРМЕС. Короче, долгое время она продавала ей паль под видом оригинальной одежды, люксовых марок. И тогда она была просто в шоке. И вот, пожалуйста, дорогие мои, Леру Чекалину сейчас проверяет налоговая. Стилистку, которая продавала, вот это Байер, да? Которая продавала ей паленые вещи, пригласили в суд как свидетеля. А в сторону Леры Чекалиной открыли выездную проверку. Вы знаете, на самом деле, мне удивляет вот этот вот один простой момент. Как инфомошенники, которые продают воздух в Инстаграме, могут так спокойно и комфортно жить в России, продолжая делать миллионы и миллионы, и десятки миллионов рублей и долларов, обходя налоговую, обходя проверки. Вот почему вот их никто не проверяет? Почему не проверяет тот продукт, который они лично производят, да? Вот почему должен клюнуть в пятую точку жареный петух, чтобы, наконец, открыли выездную проверку? Лера Чекалина, и напомню, она в свое время купила... Я в Цюрихе жила. Два года назад я снимал то самое видео. Вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Она купила тогда только участок земли под постройку дома Вагаларов Эстейт за 250 миллионов рублей. Только участок под постройку дома. Понимаете? И там, то есть четверть миллиарда. Это четверть миллиарда рублей Лера Чекалина в своей нежной, сколько ей, 26-25, да? Купила себе такой участок. Платятся ли налоги с этой сверхприбыли? Я не знаю. Но вот сейчас налоговая это все выяснит. Интересно послушать ваше мнение? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и вот, пожалуйста, Мира Карпович наконец-то прокомментировала. Она не адресно сказала, но она прокомментировала свои вот эти вот чувства по поводу того, что сейчас происходит с Пашей Прилучным. Дорогие мои, мы обсуждали моего свадьбу. Вот одно из наших последних видео по этой ссылочке можете пройти. И посмотреть. Будьте мягкими. Это цитата Мира Карповича. Не позволяйте миру сделать вас жесткими. Не позволяйте боли заставить вас ненавидеть. Не позволяйте горечи украсть вашу сладость. Гордитесь тем, что даже несмотря на то, что остальной мир может не согласиться, вы все равно верите в это красивое место. Так написала Мира. Вы знаете, Мира, она не тот человек, который проглотит и пойдет дальше своей дорогой, как будто это ничего не случилось. Она ранимый человек, она мягкий человек, она добрый человек, который, к сожалению, слишком комфортный человек и который, к сожалению, позволяет собой пользоваться. И в данный момент, помните, сейчас еще раз процитирую фразу Прилучного у Пятки, который он давал интервью там свое, да? Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира замечательный человек, она потрясающая девчонка, я ее знаю очень давно. Она мне очень помогла в свое время. На этот момент мы были нужны друг другу, но мы никогда не говорили и не выставляли, что мы парень и девушка. Так думал, видимо, да, когда был с Мирой Карпович, как присылала моя пташка вот в этом самом видео, что она для него была и, извините, разрядиться в плане интима, и подушкой, чтобы поплакать, и таким комфортным человеком, с которым очень легко, да? И который будет рядом с тобой в сложный период, когда ты проходишь через этот самый сложный период, да? Эгоисты, мужики, которые пользуются женской, не то же доверчивостью, нет, чужой добротой. Вот это еще хуже, да? Не просто вот я тебя сейчас обдурил, и я вот тебя доверчивую такую, обведу вокруг пальца. Нет. Знаете, играешь на эмоциях, ты же, ну, Павел, ну ты же видел, что она тебя любит, да? Ты же видел, что она тебя любит. А сейчас она для тебя никто и звать никак, вы были просто друзьями. Ай, красава. Как же так не стыдно, дорогой мой Паша Прилучный. Ужасно, дорогие мои девки, ужасно. Знаете, легко сказать, конечно, да? Не позволяйте там пользоваться вами, не позволяйте пользоваться чувствами. Есть хорошее выражение. Любовь зла, полюбишь и козла, и, к сожалению. Знать бы кто-то человек, который тебе не сделает больно. О, сколько бы сердец не было разбито. Да, печаль, дорогие мои, это самая настоящая печаль. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну вот буквально вчера мне присылает Пташка в мой директ, в мой инстаграм, вот эту вот фотографию. Пишет, это прямая цитата от моей Пташки. Ездили в Питер, возвращались на поезде, купили у проводницы чай, а нам его принесли вот в таких подстаканниках. Поезд из Питера в Москву. Значит, на подстаканнике написано «Запорожье». «Запорожье» написано по-украински, да, и сразу понеслась, мы выставляем это сразу сюда. У нас Телеграм, это наша первая вот эта вот тема, мы сразу самые горячие новости, у нас 24 часа на 7, мы выставляем новости в Телеграм-канале, обязательно подписывайтесь, да, там у нас спорно, но очень интересные самые горячие новости там. И сразу понеслись вот эти вот мнения. Я захотел спросить у вас, что, а возможно, эти подстаканники были еще до войны в Украине? А у меня вот вопрос такой, возможно ли такое, если это возможно, тогда это одно, да, возможно ли на поезде из Питера в Москву подстаканники, на которых по-украински написано «Запорожье». Вообще, это было такое до войны? Потому что говорят, ну это используют какие-то старые подстаканники, поезд Москва-Питер, подстаканники, на которых написано «Запорожье». Ну, какие старые эти? Вы понимаете, о чем речь, да? Вот мне интересно, было ли такое до войны с Украиной, или это вот что-то новенькое? Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои дамы и господа. И вчера прилетела ко мне пташка из Беларуси, я не буду выставлять этот лонгрид здесь, да? Ну, интересно отношение к русским сейчас, да? Антон, добрый день, я живу в Минске, сейчас к нам устраиваются шоп-туры из России. В ТЦ очень много россиян, особенно по выходным. Я тут Зара, Массима Дудь и прочие магазины скупаются в больших количествах, ведут себя максимально нагло и вызывающе. Не стесняются громко в общественных местах обсуждать, какие белорусы убогие. В некоторых ресторанах, чьи хозяева имеют четкую гражданскую позицию, на звонки с российских номеров не снимают трубку. А если сняли, то говорят, что нет места, когда слышат российскую речь. Мы очень хорошо, значит, они отличают, если человек из России. Очень злюсь, когда слышу размышления об одном народе, ничего общего пишет сплетница из Минска. Ничего общего у нас нету, даже на русском языке большинство белорусов разговаривают более грамотно. То есть, ну, в то же время, они говорят, ничего общего у нас нет, и мы не один народ. То есть, вот эти вот... Белорусы очень болезненно, как оказывается, да, воспринимают теорию об единстве народов, что мы одно, один народ, мы братский народ. Ребят, вы можете быть соседними народами, да? Насколько вы братский белорусы и россияне, вот это я не знаю, потому что у Беларуси своя история, свой язык, своя культура, свои традиции, свои обычаи. И ничего братского я там не вижу. Ну, да, язык белорусский и русский очень похож. На этом, наверное, все заканчивается, да? Нужно прекращать вообще вот это вот мешание народов. Мы братские, мы не братские. Какие братские? Вы соседские народы. На этом надо все заканчивать. Огромное количество, на самом деле, сплетников из Казахстана говорят, что когда приезжают вот русские, россияне, не русские, россияне в Казахстан, а те же шоппинг-туры или вообще там отдохнуть, очень пренебрежительное отношение к ближайшим соседям, братским соседям, да? То есть, прямо-таки, немножечко сверху вниз смотрят как на казахов, так и на белорусов. Вот интересно послушать ваше мнение, как сплетники из Минска, как сейчас обстоят дела с шоппинг-турами из России, как отношения вообще. Нет ли вот этих вот напряженных терок? Гигантский резонанс был в моем телеграм-канале, почти 4000 комментариев. Споры, споры. Но я считаю, что такое тоже нужно озвучивать, потому что живем в сложное время и во всех отношениях сложное время, да? И я считаю, что сейчас любая малая нация или вообще нация должна крайне серьезно относиться к собственной самоидентичности, к собственной культуре, к собственному языку, к собственной независимости, потому что в такое время, как сейчас, все, к сожалению, возможно. Интересно послушать ваше мнение? Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие сплетники, все вы знаете, на этом канале мы поддерживаем братьев наших меньших бездомных животных. Я вас обожаю, комьюнити, за то, что вы так сердовольно и трепетно относитесь к братьям нашим меньшим. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное, персональное, личное спасибо всем, кто шлет нам донаты. Через суперспасибо. Становится спонсором на канале. Спонсорская подписка, начиная с двух долларов в месяц, ну или просто элементарно, не пропускает рекламную интеграцию от Ютуба. Этим вы очень помогаете нам ежедневно производить интересные сплетни и новости. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok